Наша трибуна Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон студии по-прежнему 847-400-5200 Подводя черту под последней темой нашего разговора Байден, выборы президентские Основная надежда, ну не основная Значительная надежда демократов лежит на молодежи Ну и у нас есть два основных Два основных лидера демократической партии Суммарный возраст, который составляет больше 150 лет Такие вожаки молодежи Которые точно знают, как управлять государством Причем один из них бомжевал до 40 Лет, никогда нигде не работал И столько в люди выбился, когда вы избрали мэром города Как, что, почему Это я сейчас про Барни Сэндерса А второй тоже Просто никогда нигде не работал Свою деятельность, службу народу С горем пополам закончил калыч И начал Сразу В городской совет какой-то деревни Вся его деятельность Вот за все его 150 лет жизни Состояла в том, что он там пристраивался политикам То в Сити В городском совете То в Конгрессе То в Сенате 30 лет просидел Вот И этот человек точно знает Что нужно делать в стране С молодежью А ты не скажешь такую вещь Я, кстати, пытался найти Может быть, я не там искал Но я пытался найти его достижения За 30 лет в Сенате То есть какие Ну, я не нашел Какие законопроекты Он, как пиявка Он подкреплялся К чьим-то законопроектам Его спонсором был Но я точно знаю Что Барни за свое время Проведенное в Сенате Три законопроекта провел Причем два из них Это переименование почтовых офисов Представляешь? Представляешь, какая деятельность Какая благотворная деятельность У Барни Сендерса Три законопроекта Два из них Связаны с переименованием почтового офиса То есть присуждение какого-то имени У Байдена за все это время Ты знаешь, что самое интересное Единственное Когда он действительно сверкал Это во время слушаний по Клэренсу Тамасу Это был его звездный час Так это Ты понимаешь, что с тех пор Он вообще из себя ничего не представлял До тех пор, пока его Обама Не вытащил из Нафталина А трехнул и повел за собой И молодежь, которая идет за Барни Сендерсом Это вообще удивительно Вот тут интересный пост сделал Владислав Притула Коротенький такой Я зачту? Зачитаю Вот что он пишет Сначала собираются яйцеголовые профессора И модные интеллектуалы И с дебильным акцентом А-ля Жижек Рассказывают вам умные вещи Об интерсекторальности Добавленные стоимости И прочей Опрешенс Потом появляются Чавеса, Мадуро Которые вам обещают Правильный социализм И честную народную власть Где-нибудь Где не будет угнетенных И где будет новая эра 21 века Ну то есть социализм 21 века А потом тебя давят армейские броневики То что мы видели по телевидению То что происходит в Карабе В Венесуэле Это неизменный алгоритм Именно поэтому начинать их Пи Нужно не когда они в броневике А когда они читают лекции Чтобы не оказаться потом под колесами броневика Шваль типа Жижека или Хомского Несет такую же ответственность за смерть в Венесуэле Как и водитель броневика То есть начинается в школе Абсолютно правильно Абсолютно правильно Оболванивают молодежь Потом молодежь голосует за Барни Сэндерса Который кстати молился на режим Венесуэлы Он говорил что Американская мечта реализуется в Венесуэле лучше чем в Америке Вот она Американская мечта социалистов Вас которые голосовали за Барни Сэндерса Реализовалась в Венесуэле И теперь на броневиках давят людей Которые не очень счастливы от того Что им жрать нечего И лечиться нечем Алгоритм абсолютно один и тот же В какой бы стране это ни происходило Ну я тебе скажу Возьми это вот Возьми даже Францию сегодня До чего довел Макрон французов Вот тебе пожалуйста Добрый день пожалуйста Вот насчет этого Байдена Он же с таким новым слаганом выступил Make America Moral Again Да Но он кроме этого еще выступил с восьми еще Но я вам скажу честно Что где-то недели через две Я думаю что он забудет половину из этих Потому что Ну то что он забудет это понятно Ну Да Ну просто Само сочетание Байдена и морали И мораль да Да я спасибо большое Я кстати в начале нашей передачи Как раз говорил о морали Которая царит в семье Байдена Среди его детей в частности Добрый день пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте А вы помните как Байден Был на Дебатах с Райаном Бывшим нашим спикером палаты Вы помните это Как он Ну во первых он его сделал Конечно Тот пытался говорить какие-то правильные слова А наш Райан А Байден делал ухмылочки Совершенно дикие клоунские кнулочки На все его слова Ничего не говоря Ничего не говоря по существу Он на все Короче он все выставил В таком свете Что это все что говорит Райан Это смешно Это убого Это дико И это никак Спасибо Спасибо вам Но я вам скажу честно У меня впечатление о Райане Не лучше чем оно было у Байдена Поэтому я Как раз в этом отношении Может он ухмылялся Потому что он знал Что там за душой у Райана Ну конечно Конечно О чем мы говорим Кто такой Райан В общем Вот такая ситуация Вот такие лидеры Суммарный возраст Которых превышает 150 лет У молодежи У американской Которые дружно за ними идут Строит светлое будущее Ты знаешь что Я не могу дождаться Вот эта же молодежь Которая сегодня Кричит уря уря за Байдена И за Сендерса Я не могу дождаться Ведь они же когда-то выйдут Все таки из своих учебных заведений И им придется К сожалению К сожалению не все Из них Столкнувшись с реалиями жизни Начинают что-то понимать Мы знаем людей Которые уже И работают И профессионалы Некоторые И все равно И все равно Вот эта идея Так сказать Государство Всеобщего благоденствия Всем пору При этом они не гнушаются Тем что Немножко заработать Больше чем кто-то другой И так далее Да Ну видишь Вот Вот я именно этого ждал у тебя То есть Те люди которые не гнушаются По крайней мере Они работают И они По крайней мере Как говорится Они докладывают В общую казну Они на кухне Там стонут Воят Плачут Слезу Пускают Друг другу Жалуются А потом идут И голосуют За тех Кто их Обдирают Кстати Вспоминая Барни Сэндерса Когда он еще не был Звездой первой Отличены Ну как сейчас Он говорил о том Что Сенатор Миллионер Это аморально Я видел Его слова Я понимаю И вот Последние два года Он зарабатывает Больше миллиона Больше миллиона Сенатор Миллионер Аморальный Тип Да Уж если следовать Его критериям Так сказать Его То он аморальный Тип Давайте попробуем Принять звонки Добрый день Здравствуйте Можно немножечко О наших делах Но тут чуть-чуть По другой теме Давайте По поводу Сан-Диего Которая Произошла Там Стрельба В синагоге Да Так вот Интересно Опять же Вот казалось Было Вот Оно ведь Не охарактеризовано Как террас Абсолютно Это обыдено Чтобы так сказать Ну вы понимаете По статистике Потому что Они это Они это отнесли За счет Не теракта А за счет Хейт Крайм Да Хотя На самом деле Он свой манифест Опубликовал Так сказать Свой личный Знаете Вы 19 лет Вы меня извините Но В 19 лет Вот у меня есть два сына Одному 30 Одному 20 И тот был в 19 лет И этому было 19 лет В 19 лет Как вы говорите Опубликовать свой манифест Он Скорее всего Он и проспал Не может Слово Манифест Понимаете Я понимаю Это я так понимаю Поэтому Взять его И сделать из него На Недоумка Это тоже Не Подожди Секундочку Я не говорю Про недоумка Я говорю Про то Что взять Из 19 летнего Пацана Сделать Террориста Он не был Редиколайст Он нигде Не засветился Как какой-то Радикал Он просто Решил Что евреи Вот ему Они не подходят Как нация Он пошел Взял Вот этот Взял Ружье Это все понятно Но это же не терроризм Это хейт край Но это не терроризм Хотя На самом деле Вот я Уже еще вчера Надо было делать Я считаю Что юрис Надо было бы Уже давно Заботиться И создавать Свои Дружины Свообороны И прогонять Через них Своих Более Минем Молодых Членов Ну Это да Это Служба безопасности Их не защитит Спасибо большое Но я думаю Что в принципе Люди Ну И даже Вот тут Встает вопрос Второй поправки Конституции Вот И MSNBC Проговорилось Что Вот То что происходит Венесуэле Вот если бы У народа Было оружие То их бы Так Просто Голубер Руками Подавили бы автомобилями Этими бронированными А что народ мог бы Сопротивляться И эти же MSNBC Эти же подонки Настаивают на том Что американцам Не нужно оружие Но нет Необходимости в оружии Нет друзья мои Когда Народ разоружает И кстати В Венесуэле До какого-то момента Они обладали правом На оружие Они владели оружием Потом их Разоружили Потом их Загнали В нищету А теперь Их убивают Просто Тупо Давят колесами Да Сереж Вопрос Смотри Когда Была вот эта ситуация Во Флориде Да Паркленд Хайскул Вдруг В суде Было принято Решение о том Что Оказывается Это не Прерогатива Полиция Вернее Это не их Обязанность Защищать Народ Это было Это было По моему Решение Давно суда Что Это не является Обязанностью Полицейских Да Но сейчас Это было Да Это было Давно 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 Но именно Вот сейчас Когда начали Пытались судить Вот этого Айзека Когда пытались Судить Вот этих Шерерфт Девармин И так далее Да Суд Ясно Четко Определил Что Это не Обязанность Полиции Защищать Вас Тогда вопрос А кто Нас будет Защищать Если у нас Нет оружия Кто нас Будет защищать Если не полиция Правильно А вот они Не хотят Чтобы у нас Была возможность Защищаться Вот Не Сволвал Не Файнстайн Не все эти Ублюдки Из демократической Партии Они не хотят Чтобы у нас Была возможность Защитить себя Чтобы нас Не давили колесами Да Чтобы нас Не били Битами Цепями Ножами Нет Они не хотят Насчет Сволвы Я не знаю Слышал ты Или нет Какой же он Дебил Он работал Прокурором Прокурором Сережа Он идет На пост Президента Соединенных Штатов И вот этот Вот Я чуть не сказал Слово Клянусь Не для эфира Нет Но он Абсолютно Дебил Да Вот дебил Ладно Это мягко сказано Но Он в интервью С Мартой Маккалом Во втором интервью Когда она ему сказала Ну вы же видите Уже же был репорт Он говорит А меня не интересует Что было в репорте Я считаю Что он Гилти А теперь пусть Он мне докажет Обратно Нормально А что случилось С презумпцией невиновности Совершенно верно Поэтому я еще раз подчеркиваю И этот дебил Работал прокурором И идет На пост Президента Соединенных Штатов И презумпция невиновности Для него Понятие Вообще Непонятное Он не знает Недостижимое Он не знает Что такое презумпция Вот он сказал Я считаю Что он Гилти Все Какие мы демократы Добрый день Пожалуйста В эфире Что-то Сергей Сегодня В галстуке В костюмчике Он же знал Что вы позвоните По случаю Первого мая Ну это Это тоже Да Ну сегодня Кстати Уж если говорить О первого мая То сегодня Начинается день памяти Жертв Холокоса Окей Ну я просто пошутил Окей У меня Такое дело Мы тут коснулись Вот Приезжают оттуда Устраивают свою жизнь Так же Вот Меня всегда Волновало Я уже говорил об этом Скажем Сергей Бриль Вроде бы Он был Ну Угнетенный Или что там у них было В Советском Союзе Приехал сюда И строить социализм Не просто строить Он Помогает Всеми своими возможностями У него Много денег И очень много других Евреев Которые приехали Из Советского Союза Уехали оттуда А здесь Помогают Строить социализм Какая у них Идея И что у них Вообще в голове Делается Когда они делают Понятно Спасибо Одну ныночку Я изменяюсь А кстати Люди Многие уехали Из Калифорнии В Аризону И В это В Техас И очень много Там стало Таких Мягкотелых Что теперь Во многих точках Там Стала Голубая Эта Страна Спасибо большое Вообще Талантливый человек Придумал Гугл Все Сделали Стал миллиардером И то ли у него появилось чувство вины И он начал думать о том Чтобы осчастливить весь мир Я вообще не думаю об этом Потому что они используют Любую возможность Чтобы заработать денег Конечно Все Сводится к деньгам Вот и все И готовы душу И сердце продать Лишь бы заработать денег Они готовы сотрудничать Они готовы работать на Китай Они отказались работать С Пентагоном Да Они отказались работать с Пентагоном Потому что Пентагон Это военщина Но зато они готовы Помогать Коммунистическому правительству Китая Чтобы держать в узде Своих людей Тут у них Как бы все нормально Их морали Это не противоречит Потому что Это возможность Заработать еще Несколько миллиардов долларов Вот Да И они ставят на то Что все таки демократы Придут к власти И эту власть Не отпустят Да Вот и все Поэтому Выгода Выгода Да Ладно Не поговорили мы сегодня Слушаем Да Как ее зовут Херона Мазина 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 Херона Мейзи Херон Мейзи Мейзи Херон Мейзи Херон Да Это что-то с чем-то Это просто Может нам отделить Гавайю Вместе с Хероном А я тебе скажу Это будет неплохая идея Потому что Если мы добьемся Грин дела Да То мы Гавайи Сразу отсекаем Автоматически Да Потому что на поезде Ехать туда тяжеловато будет Меньшу Что Херона Будет в это время На Гавайи Абсолютно Понимаешь Сенат всегда По сравнению с Конгрессом В Конгрессе люди более Так сказать Ну они два года сидят Им нужно громко выступать Чтобы быть А Сенат более сдержанный Как правило Ну это чудо У меня такое впечатление Вообще она Херона Она этническая японка По-моему Да Ну что-то такое И у ней по-моему Вот эта ненависть К Америке Вот я всякий раз Когда ее слушаю Она с такой ненавистью Выступает Она ненавидит Америку Ненавидит Вот по-моему Еще с тех времен Вот Да У нее как-то засело Это внутри И она просто Кипит вся От ненависти К Америке К белым Американцам Ты не забывай Еще Белые сенаторы Они еще Куда-то устроятся На работу После этого Ахерона Спасибо друзья Субтитры сделал DimaTorzok